Привет, друзья! Сегодня я расскажу, как сделать идеальное лицо в программе Photoshop. Вот эта фотография наглядно демонстрирует разницу до и после обработки фотографии. Сама исходная фотография выглядит вот так. Прежде чем приступить к обработке фотографий, нам с вами нужно удалить блик на лице Меган Фокс. Как удалить блик я рассказывал в своем предыдущем уроке. Посмотрите, вам будет интересно. Итак, приступаем. С левой стороны внизу на панели есть функция «Быстрая маска». Нажимаем ее и выбираем инструмент «Кисть». Непрозрачность ставим 80% и нажатие тоже 80%. И обводим те места кожи, которые должны быть гладкими. У нас появляется красный цвет. Это нормально. Так и должно быть. Обводим все участки кожи. Именно те области, где она должна быть обработана. Немного уменьшив кисть, так же пройдемся под бровями. Кисть уменьшается правой клавишей. Отжимаем клавишу «Быстрой маски» и получаем приблизительно вот такой результат. Нам нужно с вами инвертировать выделение. Заходим в верхние панели «Выделение», «Инверсия» и нажимаем комбинацию клавиш «Ctrl J». Таким образом мы создаем новый слой с нашей маской. Давайте увеличим фотографию, чтобы было хорошо видно детали. Заходим в раздел «Фильтр», «Размытие», «Размытие по гауссу». Значение «Размытие» ставим приблизительно такое, чтобы кожа была с легкой текстуркой. Я думаю, что значение 4 пикселя будет достаточно в нашем случае. После выбираем «Ластик», обычную затирочку. Значение размера «Ластика» подбираем на свое усмотрение. Оно не должно быть большим. Нажатие ставим 70%. И вытираем те области, где не должно быть размытой кожи. Поскольку наша маска размылась и немного зашла на черты лица. Губы, волосы, глаза. Аккуратно проводим ластиком. Вытираем лишнее. Таким образом, мы создаем четкий контур. Пока работаем со значением 70%. Далее мы его немного увеличим. Обратите внимание, в области носа появляются шумы. Значит, нам нужно поставить значение меньше. Можно поставить 11. Я думаю, этого будет достаточно. Вокруг волос тоже обрабатываем ластиком. Обязательно нужно пройтись по контуру лица, подбородок, крайние черты лица, шеи и так далее. Поскольку они не должны быть размыты, они должны быть четкие. Тени тоже возле носа мы обработали. В принципе, результат достигнул. Давайте посмотрим, как было и как стало. Вот наша начальная фотография. И вот наша конечная фотография. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. До новых встреч.